Ну чё, погнали? Похож ли этот трек? И пусть с нами успех, но мы забудем о всём, что у нас есть, когда подойдёт смерть На этот трек И пусть с нами успех, но мы и вкусим, что брус все бегут, свет наш путь, где истут крест Ну и также новый трек Моргена, номер Трек первый номер, поехали в мой номер, ты запиши мой номер и удари мой номер Мои трусы от бабери, нахуй закон, я maverick, my homie, сделал robbery, free homie, он че в камере Трек 12 никак не ссылается к треку Оксимирона и Шока, даже скрытно, а значит плагиат Бля, прикинь, какие-то челы спалили, что я реально сбайтил Оксимирона и Шока, я думал никто не заметит Как обычно, мои планы рушат какие-то мировые проблемы В прошлый раз, когда я был супер замотивирован и даже запилил 4 ролика за 2 недели, началась корона И я заболел и чуть не сдох, блядь, это было, кстати, в первый раз, когда я лежал в больнице В этот раз замотивировался, началась, сука, война Из-за чего казалось, что будет очень тупо что-то публиковать, так как людям далеко не до развлечения Но в последнее время я заметил очень большой приток зрителей на именно плагиаты, на формат плагиатов И вообще, просмотры как-то начали расти в аналитике, я подумал, что людям как раз-таки этого и не хватает Ну, тогда надо К тому же, я решил немного поменять концепцию плагиатов Вот этого вот занавеса Больше не будет И я даже спрашивал, как-то у вас нужна эта надпись с плагиатом, не нужна И вы сказали все, что нужно оставлять, так как это фишка ролика Я с вами согласен, но эта фишка занимает очень много тайминга в ролике Из-за чего ролик становится длиннее, но не информативнее Я подумал, решил, что будет лучше, если ролик станет длиннее за счет еще парочку дополнительных плагиатов В общем, попробуем, а там посмотрим Погнали Походу, скоро первое место Ганвеста займет Инстасамка, так как она снова отличилась И умудрилась плагиатить в сниппете сразу два трека Битч снова, садь хуи готова Мне нужен только повод, чтоб разъебать снова Снова, битч, ты готова Эй, Дора, готова? Да Мои глаза в доллар Культове и гипопа Плюс у меня как у гипопа Мой стилист ебал твоего стилиста Чисто лук для бочки киском Самой стилист, стилист твоего стилиста Каждый новый трек самки похож на ее прошлый Я не понимаю, зачем ее вообще тогда плагиатить Ну, она может просто дальше продолжить петь про пизду в разных вариациях И типа ничего не поменяется Пуси снюси на туси, туси муси на куси Джуси, джуси муси туси туси Снюси на туси, туси муси Пуси, 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 пуси Забайчина Байби, ты удобна как у Коста Она любит плеск, любит роскошь Берни ламагенни, пока капкар Пистолом, а я блягамка Просто, я веду себя как рокстар В этом случае даже глухой услышит плагиат Как бы странно это не звучало Но тут самое забавное, как автор пытается оправдать свой плагиат Тут прямая отсылка к песне да бэби Даже песню так же назвали Не будьте глупыми Ну камон, мы же названия одинаковые поставили Это специально было так сделано Чтобы если всем покажется, что звук одинаковый То это просто отсылка Ну только глупый не поймет, ну вы че Только глупый придумает себе такую отмазку Давайте все просто названия одинаковые будем ставить И будем защищаться тем, что это отсылки Плагиатов тогда вообще существовать не будет В прошлом ролике, если вы помните Я показал своего знакомого Который был в роли оригинала И он сам подтвердил то, что его трек с плагиателем Я спросил Османа, что он думает насчет этого Ну в принципе ответ вы видите на экране Но вышло так, что абсолютно случайно я наткнулся на относительно новый трек Османа Который настолько очевидный плагиат, что я даже не знаю, как он сам этого не услышал Тинни Лин Тинни Лин за его последний танец Нужно уже присудить какую-то награду Самого желанного звучания Сколько раз уже своровали именно этот припев не сосчитать Ему удалось придумать такой звук, который очень легко узнается Супер легко Но людям это совсем не мешает И они выдают его за свой Конечно это плагиат Не могу с тобой проститься И не в силах отпускать Поцелую на ресницах Я хочу обнять тебя снова Я хочу обнять тебя снова Мне не нужно слов и не нужен боль В этом случае схожесть инструментала и вокала Текст кстати тоже немного похож Но на этом все Я не хочу назвать этот трек плагиатом Потому что все что есть это какая-то схожесть Прям такого одинакового звука нет Поэтому не плагиат, идем дальше В последних плагиатах я показал вам Биг Бэби Тейпа и Кизару И вы решили подкинуть мне еще парочку плагиат Инструментал взяли у Блю Фейса И это не фри сэмпл А его оригинальное придуманное звучание чисто для трека Татьяна Кстати ремиксов на этот трек просто хуево туча Даже сам Блю Фейс сделал минимум три Ну и держите еще два плагиата Много говорить не буду так как еще много плагиатов нужно показать Скажу лишь одно Заметьте что в первом примере будет даже название одинаковое А ну это отсылка Ну я глупый получается Все идем дальше И надеюсь пока не выйдет следующая бандана На Кизару и Тейпе мы закончим Следующий трек не популярен от слова совсем Но факт плагиата настолько смешной и забавный, что я решил добавить Парень перепел трек Дуа Липа под мужской лад Это Дуа Липа мужской версии Послушайте Ну что бы ты кончилась киношка Убежала твоя бродячая кошка И на душе так душно и тошно Самое забавное это то, как люди в комментариях вообще ничего не подозревают И называют его чуть ли не гением музыки Новое звучание Хорошо получилось И правда новинка Нигде такого не слышал раньше Вот уже который раз удивляюсь Как можно написать настолько охуенный текст Давайте спросим у Дуа Липа Как он вообще придумал такое У него даже комменты схожи с комментами, которые пишут под треками Дуа Липа Я всегда читал под твоими клипами и треками А почему так мало просмотров? Заходим в Дуа Липе Первый альбом Дуа Липа настолько недооценен по сравнению с последним Чувствуете, да, схожесть? Хотя второй коммент точно написал какую-то необоснованную хуйню Ведь это неправда Мужская версия Дуа Липы для пацанов Следующий плагиат идет от артиста Хчо А чуна? А ничего, нормально, вообще сильно? Этот парень Самый главный фанат Мияги и Энди Панды Потому что каждый его трек Очень сильно похож На Мияги и Энди Панду Вот еще одно доказательство Да, это чистый плагиат Уже который раз он был у нас в плагиатах Но давайте будем честны Так как Мияги и Энди Панды Тоже любят Ну ладно, любили Точнее Сейчас, по-моему, они этого не делают Любили побайтить звучание у других Но я знаю, что многие из вас с этим были не согласны Хотя в прошлом ролике я вам все показал Давайте посмотрим еще раз Идеальный плагиат Туда же ничего не добавить На самом деле странно Как может показаться, что эти два трека не похожи Ну ладно Ждите ролик вот в таком формате шортса Я думаю, объяснять, что это такое вам не нужно Это короткие минутные ролики Где мы еще раз досконально изучим этот плагиат И я вам приведу побольше аргументов Погнали Как я услышал трек Флада, сразу понял, на что это похоже Но это не плагиат Этому военному маршу Ему столько лет, где его только не использовали В мультиках, в старых фильмах и так далее Именно по этой причине у этой композиции просто нет прав Но факт того, что Флад просто зачитал в такт военного марша Это да Но это не плагиат Не знаю, как вам, но мне вот эти два трека показались очень похожими Просто недавно я переслушал все треки группы M-Band И что-то вообще не понял, почему они расстались Советую, просто ради забавы переслушайте тоже И вы поймете, что они делали действительно крутые песни Не, это точно не плагиат Куча примеров с таким же проигрышем на гитаре Вот вам еще пример Я бы сказал, что это одна из самых дефолтных мелодий Которые ты сыграешь на гитаре в кругу своих друзей Не плагиат Привет, Тайлер Мы всей семьей являемся поклонниками твоего контента Недавно сын смотрел клип по одной игре И мне показалось, что я наткнулся на плагиат Вот оригинал и плагиат Спасибо за твою деятельность На самом деле, спасибо большое, что смотрите меня всей семьей Это безумно приятно Вы даже не представляете, насколько Из-за такого коммента мне даже хочется меньше материться Ладно Давайте послушаем, что вы мне скинули Да, на самом деле очень похоже как инструменталом, так и исполнением Я надеюсь, я вас дальше продолжу радовать всякими плагиатами И вы в ответ меня тоже радуете плагиатами, скидывая мне их в ЛС Желательно ВКонтакте, так как мне там проще всего сортировать Не, ну Володя, ты конечно вообще красавец Уже даже ЛД на фит заверш Ну а если без рофов, то очевидно, что стиль исполнения Точная копия ЛД Тут даже думать долго не надо Любой трек подойдет Ну пусть будет вот этот Потом какой-нибудь выберу Я, кстати, знаю очень много людей, которые также повторяли голос ЛД Ну там чисто побаловаться, знаете Попеть, караоке, там дома в FL записаться Типа свести Ну ради прикола Но потом это как делается Через какое-то время просто удаляется с памяти компа И желательно с головной памяти тоже Но никто никуда это никогда не публикует Но этот парень почему-то решил такой Ну опубликую Это, ну, у него нет друзей или что? Некому было сказать, что это похоже на ЛД Но это настолько похоже на ЛД Что мне уже кажется, что это действительно ЛД К тому же здесь еще и два плагиата в одном Татарка Не надо забывать про татарку Это очевидный бит с трека Алтын Ладно, погнали дальше Пойдет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этому челу, его зовут Спид, ему так похуй, блядь. Чисто ебанул сборную солянку из треков, блядь, и набрал 60 миллионов просмотров. Блядь, дурачок еще и получил контент-айди. Контент-айди получить, представляете, на 60 миллионов просмотров. Это получается 100% дохода уходит тому, кто кинул ему контент-айди. Очень печально, конечно. Я надеюсь, что они хотя бы решили, там, просто есть еще плашка 50 на 50, поделить бабло. Но это очень, очень тильтово. Ну и, наконец, очередь Моргенштерна. Я богат и молодой. Знаешь, почему? Десять лямов на ладон. Блядь, очередное доказательство, что все русские рэпера при создании треков гуглят плейбой-картами. Где не посмотришь, он на фите, либо в названии. Это уже становится смешно, на самом деле. Что, блядь? У меня телефон решил посмеяться даже, прикиньте. В общем, я не знаю, что бы они все делали без плейбой-карти. Также недавний трек 12 от Моргена. Я его послушал полностью. Ну, трек такой, на самом деле, 50 на 50. Половину трека он говорит о том, что старый Лешер вернулся, а вторую половину о войне. В общем, это выглядело так, как будто бы он писал свой обычный трек и в связи с последними ситуациями решил добавить в трек немного актуальности. В общем, звучит как каша. В конце также имеет довольно противоречивый припев, в котором, кстати, мы и нашли плагиат. Давайте послушаем. И пусть с нами успех, но мы забудем о всем, что у нас есть, когда подойдет. И пусть с нами успех, но мы и вкусим, что прудцы бегут, все это жмут, где истут крест. Пусть не с капустой, но я совру, если буду базарить, что не в деньгах счастье. Пусть не с капустой, мы ее спустим на люксы безумства, то пусто, то пусто. Вы скажете, это отсылка. Но отсылка это когда текст вообще не меняется, его оставляют таким, какой он есть, чтобы потом, ну, типа, отослаться на него, типа, забить, где это взяли и так далее. Ну, вы понимаете, вам это не нужно объяснять. Но тут он, очевидно, разный, как самим текстом, так и смыслом. Еще и очень противоречивый. Алишер поет. Хуй с ней с капустой, то есть похуй на деньги, но я совру, если буду базарить, что не в деньгах счастье. Тогда зачем вообще нужна была вот эта строчка, если во второй он ее просто опровергает? Трек 12 никак не ссылается к треку Оксимирона и Шока, даже скрытно. А значит, плагиат. Бля, прикинь, какие-то челы спалили, что я реально сбайтил Оксимирона и Шока. Я думал, никто не заметит. Я думал, все забыли уже это. Ну, вы красавцы, кто спалил, вы красавцы, реально. Ну, получается, я красавец в квадрате, ведь его новом треке «Номер» я также нашел плагиат. На этом все. Ждите. Скоро будут на канале шорсы, где мы будем брать один или два плагиата и будем обсуждать их, в минуту укладываться. Эти плагиаты никак не будут относиться к основным выпускам. Треки будут везде разные. То есть, я не буду вырезать с основного ролика и вставлять шорсы. Везде будут уникальные треки, оригинальные плагиаты. Так сказать, блядь, как смешно. Ждите. Скоро шорсы. Будет прикольным. Всем пока.